Судебные заседания по делу Айдаровца отложили. Причиной стала неявка свидетелей в суд. На заседание должны были прийти понятой, который был при составлении схемы ДТП, и следователь, который, собственно, ее и составлял. Напомню, что боец батальона Айдар в сентябре прошлого года сбил на пешеходном переходе в Южном ребенка. Через несколько дней мальчик скончался в больнице. Свидетелей вызывала защита обвиняемого. Один из этих свидетелей понятой во время составления схемы ДТП, а второй – это не свидетель, это следователь, который составлял схему, он уволился, и его вызывают для дачи пояснений схемы, потому что есть непонятные моменты в ней. Кроме того, сторона обвиняемого заявила ходатайство о том, чтобы снова изменить меру пресечения подсудимому и просит разрешить Айдаровцу посещать больницу или военный госпиталь. Я напомню, что по распоряжению суда подсудимый был отпущен под круглосуточный домашний арест. Судом мера пресечения моему подзащитному Жуковскому изменена на содержание под домашним арестом круглосуточным. Сейчас есть необходимость просить суд изменить меру пресечения, и домашний арест ограничится только в ночное время. В связи с состоянием здоровья необходимо оказать медицинскую помощь.